Все здесь, я вижу, сидят люди, которые когда-то слышали такое упражнение, как березка. Слышали? Девочки, мальчики, делайте. Кто был на прошлом занятии, на семинаре, они знают, что это надо делать. Знаете? Про березку. Нет, там просто в таком красивом шарфе женщина находится. Березка, она позволяет вам, вы поднимаете ноги кверху, поддерживаете руками поясницу, и у вас идет просто отток. Это минимальная форма, которая позволяет вам, вашим органам, немножко легче дышать. Следующая форма, следующее, как можно сказать, занятие, либо действие, которое позволяет не застаиваться у нас внутри органа, и не создавать там хорошую почву для развития разных бактерий, это секс. Хороший физический внутренний массаж и для мужчины, и для женщины дает жизнь. Таким образом вы гармонизируете систему. Мужчины всегда получают больше, чем женщины. А вот теперь я перехожу немножко к вашим вещам. Есть такое заболевание, все, наверное, вы слышали, кисты веечников. Мужчины, вы хотите нервы, это вас касается. Вот здесь образуется очень много таких кист, тополикистоза. Бывает одна большая, то она появляется, то она исчезает. То она появляется, то исчезает. Что это такое? Это первый признак, что женщина-мужчина в рот. Женщина-мужчина в рот. У мужчины явно на яичниках не появляются кисты. Я не видела, найдите. К нему прибор-то клиноза попадет. Теперь рассказываю, в чем она ему врет. Женщине мы очень часто стараемся вам, мужчинам, угодить. У нас настолько много забот, в отличие от вас, что мы даже к интимным отношениям относитесь, как к работе. И быстренько так, на скорую ручку, ножку, там, не важно. Все хорошо сделали, сымитировали все, что можно. Сказали, как ловый красавец и молодец, побежали быстро готовить кушать. Так вот, когда вы к нам прикасаетесь, мы нормальные, у нас происходит химическая реакция. Та гормональная система, которую первопытный человек через травм не остановит, она начинает работать. У нас происходит выброс ферментов и гормонов. Это самое ценное, что есть в жизни человека. Никогда ни одна химия не создает по уникальности то, что вырабатывает наш организм. Это так, слово. Так вот, мы начинаем от прикосновений, от вашего присутствия запускать завод гормональный. Но у нас же нет времени. Мы же спешим. Мы его резко останавливаем. Что происходит? Вот этот весь секрет, который гормональная система выделила, весь секрет, все эти ферменты, а мы знаем, что эмоция, это еще и жидкость, и вода, она остается у нас в организме. И она никуда не уходит. Поэтому она ищет место себе и скапливается. Потому что любой, если здесь есть медик, я не знаю, я не буду уходить, я знаю, что такое киста с прикреплениями ножек, но если вскрыть кистом, там одна жидкость. Там больше ничего нет. Ферментная жидкость, и больше ничего нет. И еще говорят так. Когда вы к врачам приходите, они говорят, это гормональный сбой, начнем лечить гормонами. Только начнем кипит гормоны, киста может исчезнуть. Девочки, мы должны знать, что это от вас зависит. Реально. Это большая работа научиться получать удовольствие. Это большая работа не врать своему мужчине. Но вы выиграете. И он, и вы. Почему? Потому что он в этот момент искренен с вами. Неважно. Муж, любовник, человек, мужчина. Он искренен. Он нам отдает самого себя. Он не может это физиологически скрыть. Понимаете? Мы мужа. Он отдал нам энергию. Мы ему взамен ничего не отдали. Мы его обманули. И он уходит опустошенный. И если это продолжается из года в год, из раза в раз, мужчина становится рядом с этой женщиной просто пустым. Это ведет до внешнего, понимаете, к чему. Так вот. И мы остаемся обделенные. Почему? Потому что мы полный стакан. И что вот то, что энергия, которую дает нам мужчина, влить в этот стакан, нужно отсюда честь облить. А если мы не отливаем, то она избытком остается опять у нас. И если у нас не выстроено отношение физиологичное с мужчиной, мы начинаем полнеть. Любая болезнь – это не любовь. Скажу сразу. Не любовь к себе, не любовь к жизни, не любовь к людям, к родителям, к мужчинам, к женщинам, к работе, ко всему. Любая болезнь. Так вот. Любые процессы гинекологические. И у мужчин, когда со временем они становятся ненужными, когда они ощущают свою нереализацию, невостребованность, у них начинаются их мужские проблемы. И это не всегда импотенция. У них так же начинает развиваться. Сейчас очень резко помолодели заболевание простаты. Потому что у них тоже там происходит застой. Потому что все, что они отдали сюда, очень часто возвращается прямо обратно. Поэтому физиология очень важна в отношениях. Берегите вот это все. Если вы это правильно сделаете, то получите. Почему получите? Вы отдали сюда, вам отдали сюда, вы отдали сюда. Вы обменялись. А значит, вы открыли канал денег. Ну, вот, например, берем ручку, да? Мы же в магазин идем за нее, денежку платим и получаем ручку. Это обмен. А энергообмен – он самый ценный. Я сегодня сразу сказала, у нормальных, хороших мужчин, женщины счастливые, а у остальных сильные, да? Это такой, знаете, укол в мужскую сторону. Но есть и другой укол. Мы, женщины, можем их сделать великими, богатыми, и мы можем их сделать нищими. Вы замечали такую энергию, что мужчина, бизнесмен, за 50 лет, да? Прожив с женой 30 лет, у него все хорошо. Он крутой, у него бизнес, план, все есть, да? И тут появляется какая-то молодая девушка, он расставит свою жену и начинает с ней зажигать по молодости. Думает, что у него все еще получится. Вот, что было происходит? Через время вы начинаете замечать, как этот мужчина начинает угасать. Он превращается в слабого человека, и он теряет бизнес, деньги. А мы сразу говорим, о, молодуха пришла, пошла ему порчу сделала, приборожила, все деньги у него забрала. Самая главная порча – это, опять же, говорили, любовь. И когда мы кормим себя определенными иллюзиями. Вот, поэтому женщины от нас это зависят. Приведу притчу, не притчу, это уже анекдот. Я была в Татарстане, и мне этот водитель рассказывает, везу как-то я жену президента нашего. Я говорю, ну, что округ, хорошо. Он говорит, вы знаете, она мне такую вещь рассказала. Она говорит, едет, она с мужем, со своим президентом, по указанию. И он ей показывает, посмотри, какой мост это сделала я, посмотри, какие здания это сделала я, посмотри, какой город сделала я. Вот, если бы ты не вышла за меня замужем, зачем бы ты была бы замужем? И она, не раздумывая, ему говорит, я, я была бы женой президента. Понимаете, женщина делает мужчину, она сделала из него президента. Это очень глубоко и очень серьезно. Мы сегодня, женщины, недооценены мужчинами до конца. То есть они считают, что это они сами все делают. Мужчины, уберите эту иллюзию. Но никогда ничего сами не делаете. Вы делаете либо для нас, либо из-за мамы, из-за любовницы, любви. И просто для того, чтобы что-то сделать. И доказать, виной всегда бывает в основе женщина. И женщины. Мы-то можем из них это все сделать и президентами, и воинами. Нам это как приятно. Но самое страшное, что мы можем сделать для мужчин, это разрушить их жизнь полностью. Сейчас я немножко... У меня здесь есть листик еще? Какой цвет, скажите, пожалуйста, красный или синий? Красный. А какой цвет мужской, а какой женский из этого? Женский? Синий красный. Так, стоп, 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 подожди. Женский, синий. Синий, женский, синий, красный? Мужской. То есть, когда мы с родома забираем мальчика, мы ему розовый бантик вешаем, да? Синий. А, мужской, синий, да? Ага. А венозная кровь? У нас синий рисуется. Артериальная это мужская кровь, а венозная женская. А как на самом деле вы думаете? Как по-настоящему? Женщина. Какого цвета? Красный цвет. Женщина. Вот. Женщина. Я сейчас объясню, почему. Так, что вы здесь наделали, да? Все, не буду. Вот теперь просто посмотрите, да? Красный цвет мы назвали женским. Цвет агрессии, цвет войны. Красный. Да. Женщина, да? Война. Агрессия. Принятие решений. Цвет начала. Кровь. Кровь. Кровь делится. Я еще раз говорю. Смотрите, есть венозная кровь, а есть артериальная кровь. Ну, вы поняли ошибку. Я понимаю. Я сейчас просто думаю, каким же образом показать еще один пример. Когда в туалет идем? Вот это кто у нас обозначается? Женщина. 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 Это у нас мужчина. А вот если хватит, однако, соединить, что у нас получится, да? Мужское и женское начало? Звезда Давида. Вот. У нас очень много в мире измененного. У нас очень много подложных событий. У нас понятия подменялись местами. И когда у нас забирают девочек розовыми бантиками, розовый – это производный от красного, мы изначально даем эту силу, эту мощь девочке. А голубая, венозная, нежная, розовая, нет, синяя, голубая кровь – это цвет мы отдали мужчинам. Вы понимаете, подмена какая произошла? Розовый и голубой мы поменяли местами. На самом деле, вот это – женская энергия. А вот это – всегда была мужская энергия. Всегда. Поэтому, когда, наконец, это встанет на свои места, тогда у нас очень многое изменится. Тогда у нас женщины прекратят говорить «я сама, я умею, все мужики-козлы, они никогда даже руку не подадут, дверь не откроют». Они не успевают это делать. Дверь открывать, потому что мы уже бежим вперед. И вот здесь то же самое, такое же понятие. Смотрите. Мужчины принимают энергию, идею сверху. Здесь ее подхватывает женщина. И это вот так вот выглядит в идеале. Мужчины принимают, женщины выпускают на землю и материализуют. Не могут у нас мужики рожать. Не могут. А это наша функция. Вот эти тоже понятия были подменены. И с годами советской власти, не знаю, когда ли кто это сделал, намеренно или нет, у нас очень многое смешалось. И у нас понятие ценности и значимости женщины и понятие уважения к мужчине все нарушилось. И в результате нарушения отношений между двумя полами, мы все дуально в этом мире, у нас началось большое количество неправильных, новых болезней внутри наших отношений. Вы тоже заметили, резко возросло количество онкологии за последние 20 лет. Резко. Почему? Все уже изучили многие книги. И все прекрасно знают, что онкология, заболевания такого нет. Онкология — это реакция. Это реакция на... На обид. Реакция как на тоску, на то, что когда мы не можем какое-то решение принять или сделать. И онкология становится просто потрясающе молодой. Девочки, вот когда я вот здесь рассказывала про отношения между мужчиной и женщиной, и до тех пор, пока мы будем обманывать, следующий этап — это не кисты, это не руки и шейки матки, это не миомы. Дальше идет онкология. Потому что мы начинаем обижаться на саму себя. Почему у нас такой мужчина? Почему мне достался он? Не работает, не делает, все я сама, я сама. И вот это все начинает накручиваться. И обида на саму себя, обида на своего партнера, на своих родителей, что не дали хорошую жизнь, оно ведет к заболеваниям очень сильным. Кстати, эрозия шейки матки — это тоже любая эрозия. В любом месте у мужчин тоже есть эрозия. Это такое изъязвление, такое нарушение целостности. Оно происходит, как будто бы туда и кислота попала. Когда вы не любите мужчину, занимаетесь ним сексом, любой его секрет — для вас кислота. Оно начинает убивать и раздражать. И за счет этого появляется вот эта вся коррозия и язвы. Коррозия металла. Ржавчины. Вот это происходит в нашем организме. Что? Я. Вопрос, да. А если нет, то мужчины. А? Если у женщины нет, то мужчины. Вы такая учителя для здорового женщин, у которой нет сексуального партнера? Да. Есть много у нас. Очень много у нас. Значит, они занимаются любимой работой, они занимаются сублимацией. Значит, у них есть реализация, у них есть должность. Значит, у этих женщин есть что-то, что они любят больше, чем мужчины. А если на них довели поршу? У нас в Беларуси много полдовства. Что делать? Это типа, пока микрофон от отключили, но вам сказать. На каждом углу. Особенно зайдешь в лесочек или около какой-то речки, только и видишь. Какой бы ты фотографий. Привороженный с воском или свечами, еще что-то. Да, делай-то что. А если все это на тебе отражается, что делать? А почему вам делают? Потому что вот свиньи такие. А почему они это делают? Ну, у нее природа такая делает. А при чем здесь это? А я ей ничего не делала. Она мне делает. Никогда просто так ничего не бывает. Даже порчу вам не делают, никогда просто так. Ну, приятно. Зависть является первым результатом. Зависть. Мало того, мы позволяем, что мы все делаем для того, чтобы нам завидовать. Ненависть человеческая заставляет разрушать чужую жизнь. Просто так, никому ничего никогда не сделают. Это очень дорого. Сделать профессиональную порчу, убить. Это называется энергетическое кинерство. Это очень дорого. А то, что делают по мелочам и считают тебя великими ведьмами. Убили брата, убили. Понимаете? Завели. Я понимаю. Я просто говорю разумею. И что дальше? Дома делали подклады. Питаками. Вы нашли? Мелочи. Я их нашла. Вы с ними разобрались, с этими родственниками? А их бесполезно. А как вы это решили, этот вопрос? Никак. Я ходила постоянно в церковь. И что дальше? Брата нет. Это вещи, которые вы не можете никогда никому описьмически доказать. Да. Но как с этим бороться? А с этим бороться невозможно. Это как раз будет и так. Как защититься от этого? Вот защиту. Вот это я буду говорить в конце. Потому что защита от болезни и защита от негатива, она одинаковая. Она одинаковая. Любую порчу. Да, кстати, слово порча, ничего страшного в ней нет. Она была и в Советском Союзе, и была статья за порчу государственного имущества. Да, на счастье есть. Что это такое? Порча это нарушение целостности. Если вы взяли нож, порезали по столу, он уже не целый, правильно? Так вот такое уже понятие есть и о человеке. Нарушение целостности его. Но то, что говорите вы, это не работает так. Вот подождите, я ударил им бы ножом. Это они поступают по-другому. И ваше тело им вообще не нужно. Вы перешли к следующей теме. Не переживайте. Смотрите. Смотрите.